Дорогие друзья, здравствуйте! Очень скучаю по вам и хочется поделиться, конечно же, эмоциями. Но что хочу прежде всего сказать. Концерт, как всегда, был на самом-самом высоком уровне. Димаш всегда разный, и здесь он был другой. Я чувствовала всей своей душой грустинку, она никуда не уходила. Ни от него, ни от того, кто смотрел на него, во всяком случае, у меня. В зале была совсем другая атмосфера. Это, конечно, там обворожительная аура дорогого Димаша. Она чувствовалась и в воздухе, и во всех сердцах. Но вот первые кадры, что наши любимые и дорогие все-таки сделали для нас, они были не очень хорошего качества, потому что быстро надо было делать. Сначала из-под тяжка, напуганные тем, что нельзя снимать. Потом в итоге все снимали. И даже выложили прямой эфир. Слава Богу, что есть такие добрые сердца. И сейчас появляется много качественных видео, которые уже записаны, зарегистрированы, и дорогие выкладывают их в эфир. Поэтому я не стала вчера повторять, не очень в хорошем качестве, выкладывать видео с концерта. Вы все их можете найти на Ютубе. Да, слова Димаша поразили в самое сердце. Он говорит, что этот концерт даже мог бы не состояться. То есть он бы мог не набрать в себе достаточно сил, эмоциональных, конечно, ну и физических, ведь наше тело связано, душой напрямую, чтобы его провести на должном уровне. Но его отец, я думаю, он говорит о дедушке прежде всего. Говорил ему всегда, что всякое дело надо доводить самым лучшим образом до лучшего его завершения. И, конечно же, он говорил и о Канате, о папе своем. Канат выложил в своем Инстаграм вот то, что я вам привожу в начале, что, несмотря на психическую сложную обстановку в семье, Димаш на самом высоком уровне провел концерт. И, конечно же, вся команда, что помогала ему. То есть поддержка близких. И, конечно же, он говорил о дорогих, которые бесконечно поддерживали его всеми силами своей души. Сколько народу приехало на концерты с 19 стран. Вижу все знакомые лица, те, что мы уже знаем по другим концертам, на которых я была. Атмосфера была самая-самая праздничная. У нас уже теперь традиции и при Бате, и потом в дорогие встречаются. Я, кстати, была очень рада, что не было фан-встречи. Ну, не знаю, у кого какое мнение. Они мне никогда не ложились на душу. Потому что Димаш был крайне уставший, эмоционально выложившийся. И ему еще нужно было на самом высоком уровне проводить встречу с дорогими. Не нужно этого делать. Мы и так встретились на концерте. Мы с вами будем в Ютубе смотреть эти прекрасные видео с его концерта. И, конечно же, надеюсь, что они будут выложены в официальном его канале. И, конечно же, невозможно не сказать, как прозвучала история одного неба, из истории у Фан Скай. Другие интерпретации музыкальные, вокальные. Димаш поместил здесь, и, видя ряд, были молитвы всех народов, друзья мои. Это настолько проникновенно, что невозможно смотреть без того, чтобы душа не ополнялась и восторгом, и радостью, и грустью, и печалью. Голос звучал бесконечно красиво. Если я вижу это через компьютер, то каково было в зале. Вчера в мире, вы знаете, кто знает, тот знает, случились самые страшные события, которые могут быть в человеке и в человечестве. Это предательство. Какой бы окраской оно ни было окрашено, какими бы идеями и текстами, и мыслями оно ни было бы сопровождено, предательство это всегда предательство. Предательство что это? Когда тебя предает тот, кому ты доверяешь. На какой бы стороне он ни был, друзья. Поэтому, конечно, выбиты были искри очень многие. И я надеюсь на Господа Бога, да будет его истина торжествовать. И как я благодарю Господа, что есть такой человек, такая личность, такой отражатель света Божьего, распространитель луча собственного света человеческого. У нас тоже есть такой свет милости Божьей для каждого сердца. Конечно, мы еще будем говорить и возвращаться к этому концерту, обсуждать. Пока надо столько информации, как скажем, восприять и ее преломить. И Димаш все-таки вышел в зал. Думаю, что он не стал снимать обувь по малайским. Может быть, традициям это выглядело бы, может быть, не совсем корректно. Но очень мудрый, тонкий человек. Хочу отметить охранника, который был ему как будто папа. Он его держал сзади со спины, и дорогие смеются, выкладывают видео. Димаш здоровается с теми руками, кто к нему протянут. Дорогие тянут руки к нему, охранник идет сзади и тоже со всеми здоровается. Человек протянул руку, потрогает Димаша поздороваться с ним. А охранник как бы предлагает свой пакет услуг. Поздоровался со всеми за Димаша. Это было весело, конечно, несмотря ни на что. Еще хочу отметить, я ждала и искала песню, совместную песню с малайзийской певицей Сити. Нурхализа. Димаш без запинки произносит ее фамилии и имя. И поговорил с нами на малайзийском языке. Так трогательно, так красиво. Но не стал исполнять с ней песню. Либо недостаточно было репетиций, конечно, по телефону. Недостаточно было вот этого сверхкуража, потому что Димаша на самом деле было не до куража. Это видно. Хотя, друзья мои, насколько он силен, насколько он предан своему делу, насколько он верующий человек. Невозможно было определить по его лицу, по всему, как он говорил и пел, что он только что понес тяжелейшую утрату. Ведь это не просто дедушка. Да, мы все имели дедушек. Некоторые их знали, некоторые нет. И теряли своих самых пожилых, своих дорогих из семьи. Но он ему был отцом. И отцом тоже. Но Димаш имеет такое счастье и имел. И все равно имеет. Потому что наши дорогие не умирают. Они остаются с нами душой. Они остаются с нами всегда. Потому что боль перерастает в память. Память светлая. И у Димаша было два отца и две матери. Не каждый из нас этим может похвастаться. Это Господь наделил эту матуру, эту фигуру, эту личность, этого человека таким богатством. Да, к сожалению, мы не услышали этого дуэта. Но что делать? Мы услышим еще очень много дуэтов. И Димаш объявит скоро, какие еще будут у него концерты. Ему надо прийти в себя. Ему надо утешить бабушку, которая осталась сейчас без мужа. А нам надо, друзья, тоже прийти в себя от всех тех событий, которые каждый день свариваются на нашу голову. И слава Богу, что есть этот голос и этот человек, который нас так поддерживает. А мы, конечно, его всем миры и радости. Я желаю никому никогда в жизни не иметь опыта предательства кого-либо из тех, кому ты доверяешь. Еще не раз встретимся. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал Димаш Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok